День ГАИ В этот день постановлением Совета народных комиссаров была создана Государственная автомобильная инспекция. Какими еще событиями запомнился сегодняшний день в нашей стране? 7 июля 1648 года из Среднеколымского острога вышли в море 7 судов под командованием Федота Алексеевича Попова и Семена Дежнева. Результатом этой экспедиции стало открытие Берингового пролива между Азией и Америкой. В 1835 году в этот день было заложено главное здание Пулковской обсерватории. Основной астрономической обсерваторией Российской академии наук. А 3 июля 1944 года в ходе операции «Багратион» войсками Красной Армии от фашистских захватчиков был освобожден город Минск. В честь этого события с 1996 года отмечается День независимости Республики Беларусь. Для культурной жизни нашей страны эта дата также оказалась весьма значимой. 3 июля 1864 года родился Митрофан Ефимович Пятницкий, собиратель и исполнитель русских народных песен и основатель русского народного хора. А в 1897 году в этот день в результате многочасовых обсуждений Станиславский и Немирович Данченко решили создать народный театр. Тем временем в мире тоже происходило много интересного. 3 июля 1608 года французским исследователем Самуэлем де Шампленом был основан канадский город Квебек. В 1841 году английский астроном Джон Адамс объявил об открытии им планеты Нептун. 3 июля 1883 года – день рождения чешского философа и писателя Франца Кавки, творчество которого было настолько сюрреалистичным, что даже породило выражение «Кавкианский кошмар», ситуация, градус абсурда которой становится запредельным. А вот в 1886 году в этот день Карл Бенц совершил первый в мире выезд на автомобили собственной конструкции, достигнув скорости в 16 км в час. Вот каким интересным может быть всего лишь один день в истории. Отличный повод еще больше ценить жизнь и радоваться ей.